МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Другим пунктом маршруту стало наведывание одного из самых прыгожих и в той же час маловядомых палацово-парковых комплексов Беларуси сядибного дома Козел Поклевских. И он уникальный по своей архитектуре. Мансардные дахи, островугольные вежи, прыгожие витражи. Усё это надае историко-культурному объекту особливую выразность. Реконструкция роскошной сядибы, побудованной в 1893 году, знакомитым пятиарбургским архитектором Виктором Шротером завершилась только летость. И сегодня ее дверы широко открыты для знатоков мастадства. У вази гостей шиковные залы, холы и покои сядибы. Устыль РКК, барокко, романским. Даже ни одно помешкание не повторяется под своим дизайнерским оформлением. Род Козел Поклевских был вельми богатым, и в их сядибе размещались роскошные предметы мэбли и интерьеру, выкананные вручную вядомыми майстрами. Гэтые семейные каштовности безумовно выкликали б великую цикавость у сучасного глядача, але, на жаль, они были страшны. А тому зараз усе затекавленные у одновлений гэтага уникального объекта займаются пытанием наполнения сядибы экспонатами, які адлюстровують эпоху минулого часу. Хочу поблагодарить тех неравнодушных людей, любящих историю, любящих нашу белорусскую землю, которые нам очень-очень помогают. Потому что к нам в усадебный дом приносит очень много цветов, приносит реалитетные предметы. Пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем, кто имеет возможность помочь нашему усадебному дому. Может быть, какими-то реалитетными предметами, может быть, комнатными цветами, может быть, финансово. За любую помощь мы будем очень и очень благодарны. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель» со Жлобинского района. На «Гомельшине» проходит месячник по доброму парадкованию территорий. Основные работы проводятся силами мясцового насельництва. Олег Сентеров наведал Будокошалевский район. Скульптуру Жанчины на центральной площади агрогородка «Широкая» местовые жахары называют «Берогиней». Тяжко сказать, на кольки, по успехе вязковцев, задержать миновито от ЕЕ заступництва. Аллея вельми уже скарбится на наявность проблем, тут явно не приходится. Сучастные домы по улице Андреевской у «Широком» заявились в 2009-м. Всего лета их вырешили крыху одновить. Фарбаны были сами жахары, и они же зарабили рамот. Теперь улица снова розноколеровая и пригожая. Мы, в принципе, здесь живем, хочется для себя, чтобы было приятно и чисто вокруг. Поэтому сильно так надо, значит, покрасили. И для себя приятно планировали все равно летом его покрасить. Немножко раньше пришлось. Неких массовых акций по добропарадкованию у «Широким» не проводили. По великим рахунку, парадок на земле тут потребуется постоянно. А тому на протягу месяца, кажуть, ликвидовать некие дробные недохобы проблемы не складаем. Доброго парадкования – это не обовязковые некие масштабные работы. Можно зарабить ту же детячую гоневую плясовку, например, и потом потреблять ее в надежном стане. Наведение парадков на земле – это, прежде всего, для самих висковцев. О наведении парадков на земле – значную допомогу оказывают подприемства и организации, але основные работы проводятся силами местового населения. Бюджетные сродки накируются на то же спиливание аварийных древ, «Терекультивацию земель после взносу старых будинков, где без финансовых укладаний не обойстись». Все остальные работы – основные за кошку самих висковцев. Правда, тут уже ничего масштабного. Головное мета – зарабить населенные пункты с оправдой чистыми и утульными. Уже сейчас начался такой период, когда по каталогу заказывают рассаду какую-то, выращивают, делятся между собой какими-то семенами, идеями. Сейчас очень активно уже начинается обустройство подворья охраждениями новыми. В основном это металлопрофиль, вот в последнее время стал такой модный. Уже очень много людей приступили к этим работам и, да, планируют и покраску фасадов, и заборов, и, конечно же, обязательно цветочная композиция возле своих домовладений. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Будокошелевский район. Инспекция ховы працы Федерации профсоюза у Беларуси засталася задоволенная выниками проверки, якая была проведена на будовничных пляцовках Гомельской области. Ситуация по створению небеспечных умов для працы будовников не дала подстав для крытыки. А кроме инспекторов, об этом говорит и статистика. Все это означает снижение колькости выпадка у травматизму и гибели людей на вытворчасти. Александр Гамоля протягне. Объекты будовли не с дарма лично самыми небеспечными, калеразмова и деп захований здоровья и життя рабочих. У поравнания с первым кварталом минулого года, все это у першыню отрымалось от досягнуть снижения колькости тяжко травмированных людей. С 31 года – 18 выпадков. Однако на пляцовках Гомельского будовничного комбината такие факторы зведены до нуля. Строго выконывается график, специалисты мают усе необходные сродки аховы. Представители профсоюзов постоянно участвуют в заседаниях исполкомов, имеют возможность нести предложения. И самое главное, что эти предложения местная исполнительная власть всегда принимает и их на практике потом реализовывается. И это, конечно, способствует и созданию условий труда на производстве, безопасных условий труда. Это влияет на профилактику производственного травматизма. И главное, что люди видят, что о них заботятся не на словах, а на деле. Все лето проверки сбоку профсоюзов станут больше масштабными, а потребования больше жорсткими. Великую увагу специалисты нададутся умовам працы. На будовнейшей пляцовце Нового Гомельского микрорайона «Шведская горка» в этом плане наракания у адрес забудовщика «Няма». Это бытовый мобильный городок, и он полностью отповедает потребованиям аховы працы. Тут рабочие могут принять душ, пообедать и навык отпочить после змены. Первый шматповерховый дом у микрорайона «Шведская горка» был сдаден еще у соковику 2014-го, а сегодня агульная колькость домов перевышает 30. 15 из них уже заселенные. У планах забудовщика сдать до конца 2016-го еще 5 шматповерховок. Некоторые из них мают модификацию класса «М». Это свечит об высокой якости материалов и сучасным внешним выгляде. «Практически здесь площадки нам выделяют. Вот последний дом мы делаем для УКСа. В том году мы построили 103 тысячи квадратов. В этом году планируем квадратов 60-70 тысяч построить. С учетом того, что немножко финансирования. Но в основном это коммерческое жилье». Отповедно генплану в микрорайоне планируется побудова специальных объектов – поликлиники, школы и детячих садов. Поколь заявилась только продуктовая крама. Однако инвесторы лишат район перспективным. У основным – за выгодного географичного становища. Побач рака соши – добрая экология. Прикладно 10% квадратов тут отведено под социальное жилье. Александр Гамоля, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания «Гомель». У Беларуси сегодняшних дня уводятся новые лимиты на товары, набытые за мяжой. Без пошлина отрымливать замежные посылки для уластного корыстания зараз можно на сумму не больше, как 22 евро у месяц и вагой до 10 килограмов. Наприклад, вы заказываете и оплачиваете у замежном интернет-магазине товар за 25 евро. Коли посылка придет в Минск, треба будет оплатить пошлину – 30% от перевышения кошту, а лене меньше, как 4 евро за килограм. Аздарается и на дворот – сумма за лимит не выходит, а вага перевышена. У таким выпадку мытные платежи треба буде платить за колькасть перевышенных килограмов, за кожный по 4 евро. Коли будут перевышены або два параметры, то подлегай оплате той, який буде большзначным. Альбо 30 евро от кошту перевышения, альбо по 4 евро за кожный лишний килограм. Зменений не тычатся и приватных поездок. Коли вы регулярно подорожничаете за покупками у соседней краины, то первый раз мыть не дозволить без пошлина перевести товары по ранейших нормах. На сумму у полторы тысячи евро, ци вагой не больше, как 50 килограмов. А вось потом три месяцы при кожным пересечении мяжи придется заплатить пошлину с товара у коштом свыше 300 евро, альбо тяжей за 20 килограмов. Али и тут есть нюансы. Без пошлина навод при выкананне коштовых и ваговых норма можно провозить товары для уластного корыстания. Для коммерциных метал только с додатковой оплатой и ответным мытным оформлением. Если физическое лицо перемещает однотипный товар, например, какая-то одежда одного размера, одного номинования, ну или товары обихода одни и те же в большом количестве, то великий риск неотнесения данных товаров к товарам для личного пользования. По словах энтомолога, упершые кляшцы у гэтым годзе прочнулися яшчэ у лютым. Уже у соковику 20 человек звернулися да специалистов з укусами. Пик чекается у концы гэтага месяца и падрыхтоваться до его варта уже зараз. Кляшцы зявляются перанушчиками таких захворваньев, як лайм барыльоз и кляшчавый энцефалит. А до пошняга можно зробить прыщепку. Дякуючи вакцинации, на протягу опошних двух ходов выпадка у кляшчавого энцефалита у Гомельской области не зафиксована. Зробить прыщепку можно во усіх территориальных организациях аховы здоровья. Яшэ одна важная мера профилактики – выконанне правилу, поводзеннав на природзе. В первую очередь нужно правильно одеваться. Одежда должна плотно прилегать к телу, максимально закрывать открытые участки тела. Поскольку клещ движется снизу вверх, поэтому штаны, брюки нужно заправлять носки. На ногах должны быть резиновые сапоги. Одежду следует обрабатывать репеллентами, химическими средствами отпугивающих клещей. Когда вы усёшь таки подчапили клеща, необходимо его выдалить. Захапить насекомое, как мога ближе до ротового аппарату, повернуть супраць руху годинной стрелки и вытягнуть. Как доведаться, ци бы у клещ зараженной инфекцией, его треба обследовать. Процедура проводится у областным центры геиены, эпидемиологии и громадского здоровья. У Гомеля отбился галаконцерт областного этапа Республиканского фестиваля арт-вакации. Лепшие номеры будут представлены на финальном концерте у Минску 13 мая. За перепятами братьбы у Гомеля назирала и наша здымочная группа. Студенты Белорусского Державного Университета Транспорта рихтовалися до конкурсу больше, как по годам. Выступление чер-лидеров потребует досконалости, синхронность, бадайгалоны критерий якости. Этот номер был поставлен очень давно, мы очень долго репетировали, накладывали на музыку, делали сложные поддержки, там подбрасывание вверх людей. Работали мы очень долго, около полугода. Арт-вакация – это конкурс творчих коллективов и индивидуальных выканавцев, установившейся эдукации. До дела принимаются не только вокальные и хорографичные номеры, а и работы по сучасной, лишьбовой творчестве, постановке и проекты. Конкурс проводится раз в два года. Особливости селетнего стала промая видотрансляция в интернете. Техничное споборненство серьезно прибавило к обестиу на гус-шасам. Ну и уровень, конечно же, растет. Вот, к примеру, много технических новинок, технических новшеств в зале. Это и большой светодиодный экран, и онлайн-трансляция на сайт, на один из сайтов, в сеть интернета. В общем, ну, конечно же, уровень растет. Республиканская комиссия провела у Гомеля отбор лепших номеров для удела у финале, який отбудется по раз месяц у Минску. Там и будут вызначены переможцы сярод высшейших научальных установ Краины. Нагадаем, что год тому на арт-вакациях сярод средних специальных научальных установ гран-при узяли минавито гомельчане. Явген Паблавец, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». И на гэтым наш раннешний выпуск завершенный. У студы працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин